Всем привет, народ! Собираемся в Таллинн сейчас на караван-фест. Это первый у нас караван-фест за всю историю нашей страны. И туда приедут много-много всяких автодомов и новых, которые продают конторы, чтобы выставляют как образцы, ну и поддержанные, ну а также и самодельные. Сейчас мы туда поедем и посмотрим, что там вообще есть. И если будет что-то интересное, я вам все покажу. Автодомов превеликое множество. Заходишь в один, в другой, в третий, а они практически все одинаковые внутри. Ящички все маленькие, прям маленькие-маленькие. Ну туалет, душ довольно просторный. Я даже сюда могу залезть сам. С окошками прикольно. Ну, жуки, как на Алиэкспрессе. Обычные петли, обычные толкатели. Все очень по-простому сделано. Ничего такого сверхъестественного. Д Bis nomor. Алиэкспресс! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Смотрите, какое решение для детей, скорее всего Ну и взрослые сюда тоже поместятся, да? Субтитры создавал DimaTorzok Ну да, по кругу, а представляешь, она к тебе прилипнет? А по кругу, да И будешь стоять, и к тебе будет эта шторка приличная А ты знаешь, на самом деле, где вот это место, которое... Зачем? Мама Куда-то надо его там было прийти Ну, может быть Здесь холодильник Мы уж такой видели Вот такой холодильник Плоский Ну, петельки прям совсем петельки Что там в холодильнике? Угу Видишь, какие огромные Больше всего мне понравилось вот это Ну да Кровать трехъярусная Вообще прикольно Это шкаф, да? Люд такой малюсенький-малюсенький Наверное, 28 на 28 Угу Ну, это печка здесь, фишка Выходим? Пойдемте дальше Вся такая красота Стоит 25 тысяч Ну, плюс Каби Макса почти 30 Смотрите, какой сделан мини-вентик На базе Ну, типа, Офель Вилара или Рано Трафик Видишь, какой вдруг... ОООООА! Возьми конфетку Это специально для тех, кто сюда пришел Посмотреть авто дом А, это палаточка Давайте Ну, сейчас классно задаемSudку да и место в принципе да нет немало для двоих сама это очень классно сделано сорок четыре восемьсот девяносто давай давай ну вот смотри как у нас вот этих сделать ну здесь лишь за счет за счет того что кресло разворачивается здесь получается больше пространство как там ящики маленькие до ну это 3 3 длина у нас 2 это 3 на следующий наш но а здесь из таких маленьких матрасиков ну и салона наверху нет наоборот смотри совсем маленький очень маленький прям а это там видишь там же стенка чтобы ее прямой сделать ну здесь конечно совсем есть там все здесь неинтересно а здесь холодильник ну-ка нажми кнопочку внизу вот это вот здесь вот он вот он а видишь какой видишь какой сама фанера 56 матрасик 64 между первым ярусом и вторым 68 см а между матрасом и вторым ярусом 60 и 52 от матраса до потолка и 63 от основания до потолка такие окна сейчас тоже продаются в германии получается так что вырезается отверстие в кузове автомобиля внутри внутри ставится деревянная рамка на эту рамку ставится резинка по кругу она даже никак не склеивается она вот здесь вот просто видите отрезаете сколько вам нужно и сверху вот такое вот окошко просто напросто сюда прикручивается прям на металл кузову и она вот как нашлепка раз и все и смотри вот оно фиксируется вот на такие вот закрывашки надо нажимать и поворачивать надо нажимать и поворачивать да вот так раз 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 Вот одна из самоделок. Взяли базу, человек сам все делал, вся история в картинках. Взяли базу в картинках. Взяли базу в картинках. Помимо заводских автодомов, на этой выставке есть такой замечательный модуль, который просто вставляется в обычный прицеп и с ним тоже можно путешествовать. А он складывается, крыша опускается, видите, вот эта крыша сейчас разложена, а когда вы в походных условиях, она опускается вот до этого места. Сейчас владелицы и создатели данного модуля продемонстрируют нам, как опускается крыша у этого модуля и поднимается, то есть как он складывается. И вот это вот уже походное положение крыши, то есть видите, она немножко становится ниже, чем под наклоном, да, получается и не так уж много сопротивления воздуха получается, да, небольшой. Встречное сопротивление воздуха есть, все равно тащится как кирпич, можно сказать, 11,5 литров расход, но делал его уже и по зеркалам, и высота все-таки выступает. Надеялся на расход 10. А у вас машина мультиван два с половиной, да? Ну и транспорт. Это вот хозяин рассказывает про эту вот машину, вот это обычный мультиван, 2,5 дизель, да, у него? Да. И вот он кушает с этим модулем 11,5 литров, да, накладненько. Вот такой вот модуль, он, как я уже говорил, просто вставляется в прицеп, в обычный прицеп, и вы можете путешествовать с таким модулем, как вот с караваном. С обеих сторон есть окна, все самодельно, человек сделал все своими руками, окна, даже окна, все самодельно. С этой стороны у него вход. Также у него там есть кухня, вот видите, сразу же с кухни сливается вода в канистры, и вот есть здесь можно, этот модуль даже можно запитать от внешнего питания. давайте зайдем посмотрим, что здесь есть внутри. Вот здесь есть мойка, то есть кухонный такой вот здесь модуль, плитка, шкафчик. С этой стороны, я так понимаю, тут душевая кабина, которая сейчас в данный момент используется не по назначению. Ну а здесь уже жилой отсек. Вот снизу мы видим два таких вот дивана, с одной стороны, с другой стороны, посредине вот такой вот стол. Механизм стола тоже самодельное, и этот стол опускается на уровень вот этих вот диванов, и получается здесь такая вот большая кровать. Сверху здесь также есть спальные места, есть шторочки, подсветка, и здесь спокойно могут разместиться несколько детей. Вот такой модуль, лестница, даже что-то можно повесить. Прикольно. Здесь также снизу есть подсветка, зарядки, даже вентилятор, ну вот такие вот окошки, которые даже открываются, видите. То есть все самодельное, и все как бы функционирует. Самое интересное вот здесь на столе, что стоит, это печка. При помощи вот этого устройства они отапливаются, а внутрь ставите свечки. Сейчас я вам покажу. Вот видите, внутри стоят вот шесть свечек, они вечером зажигают их, и соответственно такой вот получается уют, да. То есть натуральный огонь, и плюс этот огонь вам еще и отапливает, отапливать все помещение. И хозяин говорит, что такой вот печки хватает даже до минус пяти градусов. Если вот ночью, то спокойно можете здесь ночевать и не замерзнете. Вот такой прикольный, прикольная такая вот отопительная система у данного модуля. Ну здесь соответственно всякие шкафчики, там ложки-поварешки. Ну а здесь вот я вижу, что здесь есть панель управления. При помощи этой панели, наверное, можно управлять данным модулем. Вот что если включено. Да, вот я например включаю свет и выключатель загорается. Это очень удобно. Сразу видно включено ли что-либо в автодоме или не включено. А сколько ты его строил? Расскажи. Шесть месяцев получается. Шесть месяцев? От нуля до прям шесть месяцев, да? Там если что на канале есть подробное видео. Я ссылочку на твое строительство, на твой канал оставлю в описании. Так что если кому интересно, пускай люди переходят, смотрят. Я не знаю даже как получилось, но общая идея была. Он без чертежей построен. Общая идея была, но как окончательно получилось, можно сказать сам в шоке. Многих привлекает, но необычность. Особенно там с армазкой крыши. И получается на пяти с небольшим квадратных метров места сидячие и спальни для шести человек. Трое взрослых детей или, например, пять взрослых. На верхней кровати могу спать. Метр восемьдесят, естественно. В компактных размерах впихнуть. А сколько весит он примерно этот модуль? Сам модуль весит шестьсот. Триста, кстати, из него только каркас металлический. И остальное вот наделка ременья снаружи. Три панели. Прицеп. Хотел то в легкий прицеп, но в легкий не получилось. Пришлось тяжелый покупать. То есть сам прицеп 300 модуль 600-900. А общая грузоподъемность тонна 200. То есть еще можно... А права какие нужно использовать для этого модуля прицепа твоего? Да, если машина была бы меньше, седан или универсал. Легковая машина, да? Категория влазит. Прошло бы, да? Да. У меня вместе с ним получилось 3800 килограмм. Сделал категорию не BE, а B96 она называется. Там надо было только взять вождение. 50 евро, по-моему. А это как дополнительная опция, да? Да. Там прибавляется 750 килограмм в трём с половиной. А ты слышал, что сейчас хотят сделать все европейские, всеобщие европейские права, в которых будет вес 4 250 B категория? Я не слышал. Вот это как раз у меня такой вес сейчас есть, да. 4 250, это специально сделано для автодомов, для тех... Вот она у меня так и есть, 250, называется B96. 96 год, скорее всего. Может быть. Может быть. А вот теперь немцы сделали такое вот предложение сделать всеобщие европейские права с одной единой базой и B категории до 4 250. Вот, наверное, как раз это и касается автодомов, что чуть-чуть не хватает массы. Да, да, да. В этой категории уже сложнее намного было. Ну, прикольно. Да. Сколько ты этим пользуешься уже модулем? Сейчас мне не вспомнить. Я вот 4 или 5 сезон сейчас не могу. А кому-нибудь давали вообще попробовать? Два раза давали. Ну, как люди, что говорили, вот, ну, посторонние люди? Что-то говорили плохое или хорошее? Что вообще? Понравилось, но я даже инструкции писал, то есть... Даже как пользоваться, да? Да, да. Его же даже выставлять, но вот дверь немножко помяли, но ничего страшного. Ага. Сразу заскочили ногами. Но его надо сначала стегнуть, выставить лапы, и потом так и можно заходить. Ну, или как свет включается, там, такие мелочи, как крышу поднять. То есть, все же здесь сделано как для безопасности. То есть, крышу, по идее, там должен быть замок. То есть, чтобы крышу ночью никто не опустил, иначе можно человека придавить. Который наверху сидит, да? Да. Лежит там. Да, но у меня же, получается, как самоделка, она просто груз на прицепе, потому у меня никаких правил, ничего нет. Я сам отвечаю как бы за груз и за то, что в нем происходит как-то. Ну, наверное, с сердечной точки зрения. И, как я слышал... Не давать другим, если что-то будет, я буду ответственный. И, как я слышал, что никакой регистрации не нужно, да, для такой самоделки? Да. Ни дополнительной? Да. Ничего в полиции, никаких там разрешений? Да, юридически это груз, стоящий на прицепе, а за груз отвечает сам водитель. Если что-то случится в дороге с ним, я буду просто отвечать за груз, который я перевозил. Ага. Вот, очень удобно, что дополнительно не нужно никаких регистраций. Только вот, ну, вы обязаны проходить техосмотр прицепа, да? Да, только прицеп. Прицепа и страховку платить за прицеп? Страховка 5 евро на год на прицеп. Это какие-то... И техосмотр каждый год, да, наверное? Да, с тормозами каждый год проходится на новый. Угу. Понятно. Такие вот нюансы. Да, по габаритам там какие-то, по-моему, 40 сантиметров от края габаритного огня. То есть по габаритам все проходит. Прицеп может без бортов использоваться, потому он как бы чуть меньше размерами, как есть. А про ночевку давайте вот спрошу. Вот до какой температуры можно в нем жить вот при помощи вашего кабина, который работает на свечах? Да. Все экспериментирую, не дает спокоя простота. Дело в том, что 5 квадратных метров утепленный и, может быть, зимой не использую. То есть уже по минусовой температуре. Про утепленность давайте. А что у тебя там внутри? Пенопласт или чем утепленный? Эксидированный пенопласт. Ага. 20, да, у него? Да. Стеновая панель по львине хлориду еще сантиметр. Можно сказать, 3 сантиметра. Да. И вот вы этой печкой отапливаетесь. И нормально? Сегодня экспериментировали. Да. Спать было тепло. Но под утро в 5 утра все-таки воздух чувствую похолодал. Не знаю, 13-15 градусов включил дополнительно газовую. У меня сегодня коллектор замерз, между прочим. Я уже коллектор подключил солнечную воду греть. А он сегодня замерз, зараза ночью. Вот такая температура была. И вот если получается в летней поездке 5-10 градусов тепла, я думаю, что даже этого сочного как бы за глаза хватит. Угу. Вентиляция, компьютерный кулер работает всю ночь так или иначе, как бы, чтобы проветривание было. А то здесь люка никакого нет у вас, да? Да, люк я оставил на заводское исполнение, потому что у нас с протечками побоялся самодельный делать. А так руки не дошли. Ну, было и 30 градусов жары. Думал, ну, не носимо, но ничего, нормально. А подключать внешнее электропитание можно тоже, да? Да, 220 наружную. А как там происходит переключение? Просто, ну, никакого переключения, по сути, нету там? Или там у тебя же все равно аккумулятор какой-то есть? Да, у тебя есть. Оттуда скатание просто идет на вот эти розетки. А, у тебя просто отдельно, ты дополнительно что-то включаешь и... Да, по зарядке и подключаю. То есть у тебя, грубо говоря, или 12 вольт, или 220 внешне? Ну, если есть розетка в Кельпинге, тогда без проблем. Угу. То есть можно отопитель включить, да? Да, да. Понятно. То есть просто, это просто вот, вот 220 в автодом через эту розетку осуществляется. Да. И все. Я еще хотел спросить у тебя насчет вот души. Это было в проекте или... Да. Изначально, то есть, души проектировал, с него тоже слив серой воды, как здесь, там сделан. Угу. Но душа получилась... Да, нижней точкой. Угу. Там наклон идет небольшой поддона, 2 см на метр, чтобы вода стекала. Угу. Вот. Но по душе показалось, что я его пробовал первый раз, когда сделал на даче. И еще одним разом пользовался на ралли Эстония. Вот. Это все вытаскивается, души как бы есть, а так обычно это шкаф и виситые вещи. Используйте как шкаф просто, чтобы складывать туда вещи. Да. Но я так тоже частенько использую. Да. У нас там все. И туалет в душе стоит, и кошачий туалет, и вещи висят, и сушатся. У меня просто из автономки выведен в душ один из этих вот выходов. И горячий воздух, и душ нагревается, и как сушильная камера получается, так и... Так что он остается душем, минуту-две займет все вытащить, и можно использовать как душ. Можно биотуалет, по идее, сюда... А вода откуда берется там? Или это просто от каких-то там, ну... Вода сделана кошеком? По-процесски на зимнее время слива, я вот не знаю как сливать, просто идет лейка подключается сюда, и просто на время поливки лейка с кнопкой. С той же канистр с водой. На, то есть просто канистра с водой, какой-то моторчик там примитивный, да, стоит? Насос обычный на кран, просто тут это с клапаном, сюда вода не... Но вот это быстросъем. Быстросъем, да. Да, 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 да. Понятно. И сюда давление идет. Угу. То есть понятно, вода берется из канистры, подается через насос и вы моетесь. Да. И чтобы погреть ее, чайник вскипятил, в эту канистру вылил. Угу. То есть все настолько просто, чтобы никаких подогревательных смесителей, там никаких там ничего ясно. Вот сделал еще для воды кнопки, не знал какой будет удобней. Но кнопка не используется. А, нажимаете ногой кнопку? Да. Используется верхнее, постоянное включение насоса. Ну, а сейчас вот здесь раковина смотрю, у тебя здесь подключена вода или нет? Да, да, да. Вот все. Включаем насос. А, у тебя? И делаем стройку. Ага, все ясно. Обычно, как все экономят. То есть насос обычный там погружной какой-нибудь, да? Погружной не студен. Ага. То есть автоматически нет, да, включения чистой? Мне понравилось, что кнопки, когда вот включаешь, активируется подсветка, что сразу видно, что включено, что не включено. Да. По освещению, получается, вот вентиляция, например, ночью всегда горит, и остается еще гореть эта кнопка. Это ночники по месту, четыре ночника по месту. И это такая сообразная подсветка здесь, да, в коридоре? Да, и она немножко все равно ночью, даже маленький свет, газа есть, но уже привычно, не мешает. Да, ночью любая лампочка. Ну да. Понятно. Ну что, еще что-нибудь есть, еще какие-то такие вот? А вот это у нас вытяжка с кухни, да, получается? Да. Ну вот два кулера компьютерных, один не зашумел, и я уже даже не помню как. А в крыше вытяжки нету? Нету. Только вот это? Ага, понятно. Я просто подумал, когда говорили насчет вытяжки, я думал, что на крыше еще есть. Нет, только вот. Окна тоже самодельные, да, смотрю? Самодельные, сейчас смотрю. А там двух, они двух... А карберный, да, из поликарбоната, окна с поликарбоната, окна с поликарбоната, монолитного, четырехмиллиметрового склеили, вот окна тоже подвели, запотели. Эту склейку, как бы, заказывал, вот, она запотела, можно переделать. Сейчас открою изнутри. Так, а там как стеклопакет прям внутри, да? Стеклопакеты есть, да. А стекла не стеклянные? Не стекло, а поликарбонат, да, для безопасности движения. То есть... И... А где заказывал такой? Поликарбонат я купил и привез в стекольную мастерскую. Аааа... И попросил склеить их не со стекла, а с поликарбонатом. Я понял. Склеили. Вот. Вот. И стекло получалось, все стекла 25 килограмм по весу, а поликарбонат получается 10 килограмм по весу. Ну, понятно. В два с чем-то раза. Да. Откроются. Удивительно, что все сделано своими руками. И все как бы функционирует. Угу. Рамка сделана из металла тоже. Сверху обшита алюминием. И на таких вот доводчиках, да, или как это, амортизаторы. Амортизаторы. Не на цилиндре, как они? Ну и хватает, да, вот летом в жару нормально? Да. А уплотнитель просто приклеено, да, москитки нету, да? И уплотнитель просто уплотняется в корпус. Да. И все, и его хватает, да? Да. Чтобы не затекало ничего. Да. Не потекает. Ясненько. Из обычной эксплуатации. Офигеть. Офигеть. Вот такой вот модуль, который сам человек сделал. И на нем путешествует. Получается теперь удовольствие. Да, отдыхает. Мне интересно показывается удовольствие. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой-то треш, износормер, он действительно необычный. Маленький, компактный. Хотелось что-то не как у всех, короче. Не как у всех, да? Ясненько. Вот так. Полет по тазе может быть ограничение от... Я в Турции, я в Турции подобные конструкции видел. У турков только они выглядели, эти модули, как вот дом. Знаешь, как в Барнхаус. Ааа. И они на двух осевых прицепах, большие, прям с лоджиями, там с балконами, прям вот. И они сдают их в аренду или продают, я не знаю. Но они прям стоят вдоль дорог и едешь прям офигеваешь от того, что такой огромный дом и стоит на колесах. Как ну... Угу. Здесь у тебя маленький, компактный, а там огромный. Да. Здесь была идея, ну, на каждодневной поездке. То есть, чтобы лагерь быстро собрать, переночевать, разобрать, поехать дальше. То есть, для каждого... Ну, для именно путешествий не стоять, можно и стоять на одном месте, там, ну, как правило, на одном месте скучно стоять. Переночевать и дальше ехать за новым впечатлением. На самое большое расстояние, которое вы с ним проехали? Куршская коса. То есть, это у нас Латвия или что? Литва, да? Да, Литва. В принципе, все это получается пока... То есть, пока что ближние зарубежья? Да. Понятно, все ясненько. Да. Вот такой вот замечательный бодуль сделал человек своими руками, и теперь путешествовать на нем. Вот если кому интересно, задавайте вопросы в комментариях. И если что, даже вот под этим видео я оставлю ссылочку в описании. Переходите по этой ссылочке на канал Михаила. И с ним уже будете напрямую общаться, разговаривать, задавать ему вопросы по поводу его модуля, который он сделал своими руками. Спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.